он не годится рекомендую поводки должны обязательно быть разные по своему диаметру, ширине стрензельное должно быть шире муштучное уже в данном случае оба повода одинаковые или другим чем нибудь должны немного отличаться чтобы не перепутать их и вообще стрензельный повод должен быть более объемный, чем муштучный так как он несет основную работу во время езды на лошаде муштучный повод только помогает он меньше, сила тяги меньше отводится для муштука как я сказал, в лошади есть центр тяжести который находится в центре тяжести находится в лошаде меряют косая длина лошади седали свой бубров до плечевого сустава вот эта линия промера лошади катая длина и по вертикали на высшей точках полки так вот на перекрестке этих двух линий внутри находится центр тяжести лошади садник как можно как можно должен ближе приблизиться к этому центру тяжести для лучшего равновесия в лошаде меньше будет нагрузка на спину вес давит на поясницу которая очень работает много в лошаде то есть будет зад больше освобожден не загружен а он очень нужен задняя часть лошади чтобы она была минимум загружена больше всего страдает лошадь больше всего это спины у лошадей поля как я обычно делаю опускаю вниз прямую ногу и стараюсь чтобы нижняя часть стремени была ниже шпоры под косточку внутренней стороны нога есть косточка вот под этой косточкой должна быть сразу же ничуть не ниже и не выше и будет как раз опускать вот таким образом длина дырочек я предпочтение даю когда почаще дырочек легче подсбирать это еще и нормально а если шире побольше расстояние я рекомендую несколько дырочек еще раз сделать и особенно у кого ноги короткие там уж очень трудно подогнать ровно под этим трудно хотя они заномерованы но редко этим пользуются направляем косточка обычно подтягиваем очень просто подтягиваем не перенапливаем сюда отверху накладываем раз сюда и опускать это для работы в руках и вообще заправить оно не сразу опустится особенно если только хорошее пустыще плотное широкое сезло должно быть максимум лежать впереди на своем месте некоторые садники стараются сезло положить назад побольше чтобы как-то удлинить шею лошади придать ей вид особенно у тех лошадей у которых короткие шеи не рекомендую это с уходом сезла назад уходит назад шенпеля действие шенпеля чем ближе впереди к локтю тем лошади ощутимее действие она слышит больше болевые раздражители здесь больнее лошади чем здесь особенно кобылы им чем дальше шенпель шпора тем им щекотливее они начинают хвостить начинают мочить ногу не рекомендую это делать пусть сезло лежит там где ему положить поближе к центру тяжести будет садьба сидеть ближе к центру тяжести меньше будет его трясти меньше нагрузка на поясницу tired тем м н н н